Вебинар 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 от этой своеобразной темы здоровья больше, чем темы болезни. Мы, собственно, и стремимся перевести некое состояние организма, погрузившееся в болезнь, разбитие патологического состояния. В данном случае разговор пойдет о том, как вообще поставить организм на рельсы здоровья, начиная от клеточного до целого организма, который мы приютли с вами управлять с помощью наших программ на конечном этапе. Но сегодня мы начнем разговор именно с центральных органов, которые управляют биологическими часами нашего организма. Как правило, биологические часы нашего организма подразумевают несколько желез, которые расположены в подкорковом слое нашей центральной нервной системы. И сюда входят и особые железы, которые производят гормоны, регулирующие практически все функции нервной, эндокринной и иммунной системы нашего тела. И к этим биологическим часам относят гипоталамус, гипофиз и эпифиз. Мы как-то привыкли считать, что эти железы в основном занимаются именно возрастными аспектами нашей деятельности. Но это так и есть. Действительно, нарушение биологических ритмов здоровья – это основная причина падения нашей способности сопротивляться заболеваниям, основная причина снижения жизненного тонуса, развития усталости и в конечном итоге старения нашего организма. Если предоставить эту цепочку развития событий от юношеских до старческих лет самостоятельно и не вмешиваться в эту часто нарушаемую биологическую и ритмологическую цепочку, то мы получим закономерный результат. Раннее старение и раннее развитие тех болезней, которые часто сопровождают старение и ассоциируются с ним. Поэтому вот эти две, вернее три биологические линии защиты – это гипоталанго-эпифизатная и эпифизатная система, которые достаточно часто зависят и от состояния самого организма. Мы их должны поддерживать в состоянии активации, стабилизации и ритмичной работы. Дело в том, что эти железы выделяют два основных гормона, которые, собственно, и считаются гормонами ритмов человеческого тела. Это гормон дня, гормон радости, его еще называют гормон ясного мышления, гормон молодости – это серотонин. Он выделяется чаще всего в кровь гипоталанго-эпифизатной системы, непосредственно когда человеческий организм просыпается и обеспечивает дневное бодрствование. Точно так же эти гормоны действуют на уровне клеток. Естественно, каждая клетка обладает своими собственными личными часами биологических ритмов, которые не совсем совпадают с центральными биоритмами нашего организма. Но, тем не менее, это общая система, которая, естественно, объединяет центр нашего организма, центральную нервную систему или, как мы ее еще называем, нейроэндокринную и иммунную систему, и в том числе и клеточные часы здоровья, которые определяют жизнь каждой клетки и могут отличаться друг от друга. Но, тем не менее, их стимуляторами являются все те же два гормона. Это серотонин и мелатонин. Мелатонин – это гормон ночного сна, покоя, который вырабатывается, соответственно, и реагирует в том случае, это система, когда человек погружается в сон, вокруг находится. Еще его называют гормоном темноты, и совершенно справедливо. Потому что мелатонин в основном стимулирующим веществом, которое погружает нас в сон, является именно этот гормон. И чаще всего он вырабатывается в те часы, когда светодень уже закончился. Поэтому, если вы хотите обеспечить себе нормальный цикл сон-бодрствования, вам необходимо больше быть на улице. Сейчас у нас, к сожалению, световой день резко сокращен. Пользоваться искусственными источниками освещения. Но, когда вы ложитесь спать, постарайтесь, чтобы ваше окружение было максимально затемнено. Никаких дополнительных источников света не проникало непосредственно к тому месту, где вы спите. В противном случае синтез мелатонина замедлится. И тот переход, который совершается утром, здесь все очень просто. Сколько было мелатонина, столько из него синтезируется. И серотонина. И наоборот. Поэтому, если вы хотите иметь круглогодичную, правильную ротмологию вашего организма, без всяких кризисов и без всяких срывов, то вы, пожалуйста, обеспечьте себе вот этот режим нормального функционирования мелатонина-серотониновой системы нашего организма. Вообще, мы чаще всего говорим о том, что мы, собственно, идем несколькими путями к получению здоровья нашего организма. Здоровье, витализация, которую мы, собственно, синтезируем с помощью наших программ, подбираем специальные биорезонансные комплексы, это и работа на уровне органов и систем, и в то же время это и работа на уровне клеток. Вы прекрасно знаете, что клетки, точно так же, как и весь организм в целом, подвергаются различным отрицательным воздействиям. Клетки иногда погибают, не оставляя потомства, сбивается биологическое деление клеток, которое может завести даже к онкологическим процессам. Поэтому нам бы хотелось привлечь ваше внимание. Действительно, биорезонансная коррекция – это единственный способ, который позволяет не только добиться выздоровления человека и восстановления его, скажем так, оптимального, может быть, даже в чем-то эффекты омоложения получить. Ну и, конечно, все-таки мы работаем и на уровне клеток. Для клеток есть специальные частоты, и эти частоты мы включаем в наши программы. Хотя жизнь клетки складывается так же, как и жизнь человеческого организма. Все наши клетки дышат, все наши клетки выделяют какие-то патологические вещества, питаются, соответственно, очищаются от накопившихся в них токсинов и стараются не пропускать в свою оболочку те самые токсические вещества, которые мешают клетке работать, избивают ее ритм активности, ритм работы и здоровья. К сожалению, вот все эти слова, которые я говорила, они малодоступны каждому человеку в нашей стране. Как правило, биоритмы нашей работы сбиты уже в молодом возрасте. Очень часто отвлекаются наши молодежь от правильности биологических ритмов всего организма, даже самого простого, которые создаются с помощью указанных нашими гормонами сертонина и мелатонина. Но, тем не менее, я хочу вам сказать, что почти каждый второй человек в нашей стране даже и не подозревает, что если он днем работает, а ночью веселится, то никакого биоритма уже не будет. Здоровье постепенно угасает. Формируется состояние дезритмии, которое может быть и названо состоянием хронической усталости, что сказывается на деятельности внутренних органов и ускоряет процессы не только развития заболеваний, но и мешает выздороветь от них. Поэтому работа с биоритмами нашего организма – это дополнительный шаг к выздоровлению и обретению баланса здоровья. Действительно, мы в какой-то степени связаны с природой. Никто от этого не отказывается. И действительно, большинство случаев, которые сказываются положительно на нашем организме, ну и отрицательно может быть, все это связано с природными биоритмами. Отрыв человеческого организма от непосредственно биоритмов природных достаточно сложно. произвести. Но если мы живем по законам природы, как призывают некоторые наши специалисты по, скажем так, народной медицине, это не совсем правильно, потому что природные биоритмы тоже меняются. Вы прекрасно знаете, что функционирование организма связано с хорошими природными биоритмами, ненарушенными природными биоритмами. Это вещь, которая работает на наш организм. Но если в окружающей среде имеются многочисленные, скажем, токсические вещества, электромагнитное влияние на человеческий организм особенно сильно сказывается, меняются климатические условия искусственным способом, то о сохранении здоровья здесь говорить уже достаточно сложно. Поэтому учесть вот эти все факторы природного влияния на наш организм, температурные аномалии, аномалии влажности, освещенности, все это приходится учитывать при работе с восстановлением этого важного механизма, который касается этого выражения биоритма. Вы видите довольно сложную систему биоэнергетическую, которая, собственно, построена нашими специалистами, близкими к народной медицине, но в то же время здесь есть и точки, которые вы должны знать, и которые помните, несомненно. Но, тем не менее, редко, когда используете этот механизм для воздействия на человеческий организм. Это чакры. Для нашей с вами работы чакры – это энергетические центры, несомненно. Никто этого не отнимает, все это остается так, как и было. Но, тем не менее, чакры в анатомическом варианте – это соединение важнейших гормональных желез нашего организма, соединенных с вегетативными центрами, которые контролируют работу того или иного отдела. Вот здесь отчетливо видно, что весь наш организм как осью пронизан линией чакры, и в то же время существует еще и горизонтальное отделение организма. То есть на органы и системы, которые контролируются и эндокринной железой, и самим вегетативным центром, который прилагается к ней. И если в какой-нибудь из чакр, в данном случае из вегетативного или эндокринного центра, организм получает информацию патологического характера, то очень часто могут разбиться заболевания, например, органов брюшной полости, органов грудной клетки, особенно очень чувствительная и шейная область, и область сердца. Тем не менее, вы должны четко себе представлять, без постановления вот этого равновесия энергетического, циркуляции энергии между чакрами, и вряд ли это удастся. Даже если вы будете учитывать, что существует гипоталамус, гипофиз, эпифиз, которые контролируют наш жизненный тонус и здоровье, и меридианы как таковые. Но тем не менее, вы должны опять же себе отдавать отчет. Да, чакра существует, да, нейроэндокринная система и меридианы существуют. Под меридианами часто обычные врачи подразумевают, если они их не отбрасывают в сторону. Связи, которые существуют тесным образом между симпатической, парсимпатической, черепно-мозговыми нервами, непосредственно нервами, исходящими из позвоночника, все это создает именно такой ансамбль, который позволяет нам быть здоровыми. И действительно, вот как вчера на экране телевизора показали, как центральная нервная система, огромные совершенно, миллиарды клеток, отдают приказ, и организм выполняет согнуть руку, поднять руку. Поэтому вот эти сложные взаимоотношения между организмом и системами, они должны быть настолько отлажены и настолько безупречны, что тогда мы не будем говорить о болезнях, мы будем говорить о здоровье и молодости, и о красоте. Наша программа, которую мы сегодня разработали для вас, действительно помогает скорректировать работу организма на уровне систем, тканей, органов и клеток. И эта программа, она не только корригирует эту систему, она носит и профилактический больше характер. Обычно мы приобрели иметь дело с лечебными программами. Данная программа, она и лечебная, и профилактическая. Поэтому мы всегда говорим в этой ситуации. Действительно, программа есть, ее можно использовать, ее можно пренебречь. Если вы считаете, что этот вопрос ритмологии нашего организма вещь какая-то второстепенная, малоинтересная, и тем более какая-то такая скучноватая, но тем не менее, если вы хотите быть, хотя бы на шаг не спуститься по линии здоровья вниз, а наоборот подняться вверх, и может быть достичь определенного своего потолка энергетического баланса, я не скажу, что биоритмы и энергетический баланс и здоровье у всех одинаковые, это совершенно не так. Но тем не менее, каждый из нас хочет иметь этот баланс более высоким по сравнению с тем, что было раньше. Мы не сравниваем друг с другом свое здоровье, но мы стремимся это здоровье повысить. И биорезонансная коррекция – это, пожалуй, единственный способ, который позволяет нам справиться с этой проблемой. Ведь что такое старость и болезнь? Это разъединение трех систем организма. Прежде всего, это эндокринный, иммунный и нервный, которые перестают системно объединенными усилиями руководить нашим организмом и удалять те проблемы, которые там возникают. Далее, это распад систем даже между собою. Вот то, что я говорила, руководство чакрами и меридианами. Плохая работа, коррекция вегетативно-нервной системы. По наблюдению за всеми функциями нашего организма, сосуды есть везде, а следовательно, вегетативно-нервная система всегда присутствует в каждом органе. Есть одна веточка стимулирующая, вторая тормозящая. Опять парные биорезонансные наблюдения. И, наконец, распад того кооперирующего единого комплекса, который был когда-то, если этот организм был ретмологически верен и здоров, на отдельные системы. Даже органы дыхания в этой ситуации и желудочно-кишечный тракт, уже представляющие собой единое целое, когда они здоровы и ретмологично работают, и соединяются даже парами между собой легкие и печень, работают в обменном процессе на одной и той же линии, с тем, чтобы предотвратить и воспаление, и аллергии. А представьте себе процесс старения, когда органы внутри системы уже плохо реагируют на несуществующую практически уже руководящую систему из трех систем и работают каждая сама для себя. И это и есть старость, и это и есть болезнь, и это и есть дезоритмия, которую мы должны восстановить и добиться восстановления здоровья нашего организма. Биорезонансная коррекция вот этого аэритмологического баланса или дисбаланса включает в себя прежде всего программы, которые предупреждают появление признаков старения, как я уже и сказала, за счет восстановления нарушенной связи органов и систем с центрами центральной нервной системы. Когда эта проблема будет ликвидирована, то тогда нам с вами, это не так просто, конечно, сделать, тем не менее, это сделать возможно. Вы тогда будете иметь собственно внутри себя организм, который работает так, как ему положено, ритмично, системно и не отклоняясь от той цели, которую имеет всякий здоровый организм. Быть здоровым, иметь естественные системы энергообеспечения, очистки, самоочистки, удаление паразитарной аминвазии и появление, если появляются какие-то патологические изменения, работать по линии излечения в короткие сроки и восстановление того равновесия, которое было нарушено. То есть это линия здоровья. Факторы, которые могут действительно повлиять на ритмы нашего здоровья и избивать его, и они, собственно, это и делают. Это, конечно, ослабленное дыхание. Это, прежде всего, та самая гипоксия, о которой мы все время говорим. Недопоставка кислорода и органам, и тканям, и клеткам, что, естественно, сказывается непосредственно на функционировании всех органов и систем, как руководящих, так и клеток, которые обновляются или не обновляются по причине отсутствия около них и питательных веществ, и необходимого количества кислорода для дыхания этих клеток. Второй фактор, который чаще всего развивает ритмы нашего здоровья, это обезболживание. Результатом обезболживания организма, который возникает по причине нарушения функций органов фильтров и недостаточного употребления, кстати, нами самими на фоне и биорезонансной терапии, и ежедневной практики достаточного количества жидкости, все это приводит к тому, что действительно наш организм вызывает сам у себя состояние хронического самоотравления. Это и есть обезболживание. Хроническое самоотравление – это очень тяжелое состояние, которое не так просто ликвидировать. Одной программой обезболживания организма. И вот именно наша программа сегодняшняя позволит вам ликвидировать эту составляющую в принципе, потому что иначе это звено будет участвовать в любом заболевании, которое возникнет, или спровоцировать любое заболевание, которое может возникнуть в вашем организме. И, наконец, третья причина, которая ведет к дезоритмии, нарушению биологических ритмов, выздоровлению молодости и здоровья. Это ослабление циркуляции крови и лимфы. Это, конечно, беда сердечно-сосудистой системы. Но, кстати, вот этот последний пункт, он является как бы вытекающим из первых двух. Поэтому работа в рамках сердечно-сосудистой системы, крови и лимфы, очищение, очищение органов, фильтров, все это приводит к тому, что мы все-таки удачно восстанавливаем ритмы нашего организма, замедляем, как темпы развития любых заболеваем, и ускоряем процессы выздоровления, если заболевания есть. И, наконец, самым важным, мы уменьшаем шанс развития атипичных клеток и возникновения паранелопластических процессов, и замедляем процессы старения. Старение тоже бывает разным. Оно может быть качественно негативным, когда человек теряет все физические и энергетические силы и подвергается атаке тяжелым таких заболеваниям, как болезнь Эльцгеймера, болезнь Паркинсона или другие заболевания. Кстати, они могут возникать в любом возрасте, что свидетельствует о том, что организм потерял самоконтроль над своими внутренними системами и ритмами. Вот это состояние мы не должны допускать ни в каком случае. И даже вот эти три небольших фактора, они есть основа нашего нездоровья, и справиться с ними мы должны обязательно. Сбой биоритмов, конечно, мы должны ликвидировать. Вопросов нет никаких, и биорезонанс нам в этом поможет и спасет от дезритмических процессов даже на клеточном уровне, что наиболее опасно, потому что клеточные процессы контролируются нашими высокими системами. С каждым годом все хуже и хуже. И именно на клеточном уровне могут возникнуть различные аберрации и аномалии, которые приведут в конечном итоге к разбитию неправильного деления клеток, либо разрастание органов, где есть большое количество соединительной ткани, перехода процессов, фиброз, цирроз и другие неприятные процессы. Ожирение внутренних органов и тканей тоже один из вариантов сбоев, возникающих на клеточном уровне. Ну и самым распространенным – это, конечно, паразитарное повреждение этих клеток и распространение паразитов по всему организму. И самым последним и неприятным вариантом клеточного дисбаланса, ликвидации, скажем так, клеточных ритмов – это укорочение жизни клетки, быстрой ее гибели и замена ее ДНК на ДНК, скажем так, вредителя, паразита или ее ДНК под влиянием каких-либо внешних причин меняет свою генетическую структуру. Вы понимаете, это путь к онкологии. Система биорезонансной коррекции ритмов кровоснабжения и работы сердца обеспечивает как раз и жизненный тонус и наше здоровье. Поэтому очень бы мне хотелось, чтобы вы отнеслись к этой программе чуть серьезнее, чем, может быть, отнеслись в самом начале. Потому что ритм звучит, это как-то, знаете, вот маятник качается, но маятник качается не просто так. Маятник качается внутри нашего организма. Это маятник здоровья и болезни. Маятник юности и старости. Маятник жизни и смерти. Поэтому будьте внимательны и будьте как раз очень осторожны при размышлении использовать эту программу или нет. Я вам ее очень рекомендую, хотя она не имеет каких-либо отличительных черт, которые бы бросались в глаза при работе с какой-либо патологией, имеющей экзотическое название, например, компьютерный синдром или что-то еще. Но тем не менее, вот эта программа, она имеет свое собственное значение, свое предназначение и может быть использована для лечения неясных диагнозов, которые беспокоят того или иного пациента. Или наоборот выведение из какого-то застывшего хронического заболевания человека с тем, чтобы сделать первый шаг к процессу выздоровления, который вы уже можете дорабатывать той самой специфической программой, которая уже в достаточном количестве создана нами для биофона. Программа, ну здесь обычная такая наша вставка, которую мы с вами уже привыкли к ней достаточно хорошо, и о том, что как, в каком порядке выполнять эти программы, которые располагают в той или иной ситуации, в той или иной программе. Программа, которая активирует работу органов фильтров и системы противопаразитарной очистки организма, мы рекомендуем выполнять ближе к середине дня или даже вечером. Но если такой возможности нет, вы, конечно, можете использовать для этого любое другое время. Очистить свой организм и избавить его органы фильтра от дополнительной нагрузки, в общем, можно это в любое время суток. Но лучше это сделать все-таки во второй половине дня, потому что есть еще огромный блок программ, которые активируют, корригируют те проблемы со здоровьем, которые восстанавливают наши программы. И вот это восстановление нарушенных функций лучше всего делать в активные утренние часы. Любой очистительный или корригирующий комплекс мы делим стандартно, и эту программу тоже на 10-дневные этапы. И все программы просим еще раз напомнить вашим пользователям. Их можно выполнять один раз в день без повторения. И очень хорошие результаты дает, как всегда мы говорим, мультичастотный режим. Опять же, учитывая соответствующую задачу, которую мы перед собой ставим, а задача у нас в этот раз одна, добиться ритмичного восстановления здоровья нашего организма. И все это требует, как всегда мы это говорим, это восстановление нормального питьевого режима. При выполнении любой биорезонансной программы, биорезонансной коррекции, мы увеличиваем количество поступающей жидкости до 1-2 литров в сравнении с обычными стандартами. Поэтому, сказав обычный минимум наших с вами предостережений, рекомендаций, мы переступим к самой программе. Первые этапы программы, они, конечно, не вызывают каких-либо необычных, скажем так, реакций с вашей стороны, потому что мы уже с вами обсуждали тему и мужского организма, и женского организма, их гормональных профилей, и их гормональных сдвигов. Но, тем не менее, кое-какая специфика в этой программе есть. Итак, этап первый. Первое же, что мы делаем, это очищаем наш организм в противном случае, причем очищаем не просто от токсинов, но и подключаем специальную программу, которая несет в себе еще и механизм очищения от паразитов. Мы не можем работать с такими тонкими биоритмологическими сдвигами, которые возникают между клетками, между органами, между руководящими системами, и вообще вывести организм в состояние биоритмологического исцеления и баланса, мы должны иметь очищенный полностью организм. И вот эта программа, пусть она не очень длинная, но она, тем не менее, очень емкая, и задачи ее входят, и она их, эти задачи, выполняет. То есть она удаляет из организма первые токсины и тех паразитов, которые мешают сейчас начать нам работу по восстановлению нашего организма. Далее идет первый шаг к восстановлению баланса тех систем, о которых я уже говорила. Это программа активная защита. Она прежде всего не дает вернуться вновь паразитам, активизировать размножение паразитов и позволяет всем органам, входящим в систему, не только иммунную, но и гормональную, и, скажем так, нервную, все это все равно защитные органы, позволяет им получить сигнал к тому, что биологические ритмы сбиты, и мы должны их восстановить. Дальше мы продолжаем очищающие мероприятия, которые позволяют нам подготовить все системы для их взаимного восстановления и кооперативной работы. Это очистка крови и плазмы, регуляция очистки лимфатической системы. Необходимо, естественно, позаботиться и о такой автономной и очень часто страдающей дезоритмией работы. Это кишечник, то есть ликвидировать явление дисбактериоза путем защитных активационных сил, и в том числе и чисто даже таких вещей, как пищеварение и моторика. Все это входит в эту программу, и нам удается восстановить не только этой программой, но и вообще восстановление функций желудочно-кишечного тракта. Нам удается восстановить эту автоматическую систему регуляции, где биоритмы работы кишечника, ритмы работы кишечника, зависит от состояния всех частей этого довольно обширного органа, от ротовой полости до прямой кишки. Далее мы переходим уже непосредственно к тем системам, которые должны восстановить свою работу по регуляции организма в целом и отдельных систем по частям. Это прежде всего регуляция эндокринной системы, эндокринные железы, контрольные частоты. Этими двумя программами мы восстанавливаем роль эндокринной системы дирижера. Биоритма в большой степени, потому что она дирижирует обмен веществ. Помните программу 7-чакр? Вот она первая стоит на втором этапе. Вы прекрасно понимаете, что без комплексной эндокринной мобилизации нам не удастся обратиться к тем органам, которые являются подлинными биологическими часами нашего организма. Без подготовки и энергодающего эффекта, который стоит здесь, в последней программе первого этапа, обратиться к программе 7-чакр нам просто не удастся. Поэтому дальше мы уже с вами идем по цепочке, которую можно разделить на плюс-минус, что называется. Есть положительные сдвиги, которые мы должны поддержать, есть отрицательные сдвиги функции той же вегетативно-нервной системы и нашего эмоционального настроения, которые мы должны коррегировать именно с точки зрения необходимости этого процесса для восстановления ритмов. Программа 7-чакр вам знакома очень хорошо. Мы ее обсудили предварительно на теоретической части вебинара, но я напомню. 7-чакр – это то, что дает возможность действительно отрицательные моменты убрать, положительные оставить. Дальше все идет так, как вы и ожидаете. Дальше идет программа бодрости и радости, то есть изменение нашего настроения в положительную сторону. Это тоже ритмологический момент. В пару ему идет такой симптом, как плаксивость. Здесь нет еще усталости, но в принципе это тоже отрицательная единица, которая должна быть исправлена с помощью наших биорезонансных программ. Общность нейроэндокринной системы, ассоциация эндокринной системы с нервной системой. Постепенно мы восстанавливаем эту комплексную руководящую цепочку, треугольник, если вам удобнее так считать, который приводит к тому, что весь организм в целом получает возможность вновь вернуться к руководящим ритмам нашей жизни. Это система гипоталамуса, гипофиза, надпочечников в курковом и мозговом слое, которые, кстати, отвечают как раз за те самые эмоции и стрессовые или антистрессовые ситуации, которые характерны для нашего организма и составляют тоже парные, что называется, ритмологические пары, как часто, очень часто говорят наши коллеги, которые занимаются этим на уровне обычной банальной медицины. И, естественно, любые нарушения надпочечников этой пары мы должны восстановить с тем, чтобы не было срывов настроения, не было сбоев в поведении. Иногда этот дисбаланс странный надпочечников приводит, естественно, к адреналиновому вызбросу и возникновению желания людей даже покончить с собой. Скандинавы пишут о том, что есть в последнее время такая закономерность, у людей, у которых есть нарушение функции надпочечники, в два раза больше, в два раза чаще склонные к суицидным попыткам, нежели люди с нормальной функционирующей парой надпочечников, как таковых. Здесь опять перед вами вы видите те шаги, которые мы делаем, чтобы постепенно, медленно, может быть, может быть, как-то так вам кажется, не совсем логично, вот сейчас взять и быстро восстановить эту систему баланса. Но так не получится. Если глубоко зашли нарушения системы биоритмов нашего организма, они зашли к возрасту от 20-ти более лет достаточно глубоко, нам приходится работать шаг за шагом. Далее мы обращаемся уже к подкорковым центрам. Прежде всего, это центр радости, который вызывает и поддерживается программа антистресс. Восстанавливается способность концентрации внимания, бодрость и радость. Вновь еще раз повторяется программа. Это не ошибка, это так и должно быть. Мы постепенно поднимаем организм от уровня, который был даже отрицательным, может быть, к уровню энергетически положительным. Отсюда идут программы энергетического, биологической зарядки организма, энергии жизненной, восстановление кислотно-щелочного равновесия. Тоже, кстати, парная система, которая при сбое, нарушении кислотно-щелочного равновесия, способна вызвать очень тяжелые заболевания. И восстановить это кислотно-щелочное равновесие можно только после того, после того, как вы восстановили активность нейроэндокринной системы. В том числе, относится к этой системе и определение уровня электролитов, что, собственно, имеется в виду в этой программе. Это нормальное равновесие. Взять даже такую простую ситуацию. Калий-натриевый насос клетки. Если нарушен объем электролитов, калий-натрий, то любая клетка откажется с вами сотрудничать, и она просто не будет ни дышать, ни очищаться, ни функционировать как клетка. А это весьма существенно. Она может погибнуть, и тогда наступит тот самый апоптос или падение листьев, как иногда называют гибель клеток. Не оставляющих потомство. Это приближение старости. Это приближение деградации того или иного органа. Мы должны, естественно, провести детоксикацию печени, которая, естественно, зависит во многом. И от нее зависит орган дыхания, кровообращение, в том числе и регуляция функций желудочно-кишечного тракта, я вам говорила, что без общей системной и в том числе ритмичной программы регуляции нам не удастся восстановить этот нужный и полезный, и избавляющий, в том числе, другие органы и системы, например, от холестерина, избавляющий кровь, и в том числе, организм от атеросклероза. Если вы хотите этого добиться, то вот эта компания, две таких хороших программы детоксикации организма и регуляции ЖКТ, они позволят вам добиться этого результата. Далее идут довольно сложные программы по названиям, но здесь этот блок четвертый посвящен в основном восстановлению той же самой этнологичной деятельности центральной нервной системы, и ее кровотока. Дело в том, что, естественно, при дисфункции всего организма в целом страдает и центральная нервная система. Поэтому здесь вы видите программу восстановления ауры. Естественно, стимуляция кровообращения и сердечной деятельности способствует восстановлению кровообращения головного мозга с его альфа, бета, тета и дельта ритмами. Все это позволяет восстановить не только память, но и все те функции, которые прилагаются к центральной нервной системе. Это интеллект и память. Вот две основные черты, которые характерны для ритма работы центральной нервной системы. Программа базовая бессонница тоже касается ритмологической деятельности нашего организма. Это ритм сна и бодрствования. И эта программа очень полезна тем, кто этот ритм потерял. Далее мы с вами смотрим уже повнимательнее на программы и пятого, и шестого этапа. Мы приближаемся к той самой системе выздоровления, восстановления, о котором мы уже с вами говорили. И прежде всего мы должны ликвидировать все эти сдвиги, которые со стороны центральной и периферической нервной системы и эндокринных желез привели к тому состоянию, которое мы назвали дезоритмией. Это прежде всего недостаток внимания. Антистрессовая еще раз программа для того, что стресс очень глубокое состояние, которое поддерживается не просто токсическим началом или функциональными сдвигами, но и состоянием паразитарной инфекции. антидепрессивные частоты позволяют мозгу и его структурам функционировать в оптимальном положительном ритме. Центр творчества таламус или средний мозг, который позволяет сделать все необходимое для того, чтобы подкорка и кора и основа всего нашего тела, все функции были урегулированы и все сигналы, которые поступают из центральной нервной системы в подкорку, из организма соответственно в подкорку и обратно были адекватными и ритмичными. Естественно, щитовидная железа, которая отвечает за ритмичность нашего основного вида обмена, это белкового, должна функционировать четко и сбалансировано. В дополнение ко всем программам, о которых я уже говорила, мы продолжаем бороться с явлениями со знаком минус, это раздражение и злость. Для этого мы используем программу эпифиза, программу восстановления ДНК и, естественно, ликвидируем такое неприятное явление, как страх, который очень беспокоит людей, у которых, как мы уже выяснили, плохо работают надпочечники, как таковые. Многие центры существуют в подкорке, но мы выбрали именно основные, которые позволяют отрегулировать центральным механизмом ритмологической коррекции нашего тела. Это прежде всего центр интуиции, центр памяти, центр мышления. Здесь же четко стоят два подкорковых стимулятора. это нелекарственный антидепрессант. Эта проблема очень большая, и вы уже это прекрасно понимаете, потому что плюс-минус настроение это плюс-минус состояние организма и нелекарственное снотворное, которое помогает нашему организму восстановить ритм сон бодрствования. Естественно, восстановление иммунитета, который тоже естественно, как и все системы, работают при нарушении ритмологии нашего организма очень иногда, я бы сказала, неритмично и способен вызвать либо иммунодепрессию, искатывание всех наших защитных механизмов в сторону возникновения тяжелых системных и, главное, не имеющих этапа выздоровления и витализации заболеваний. Любимый наоборот атакуют собственные органы и ткани, когда смещение, именно ритмичное смещение деятельности иммунитета идет в сторону аутоиммунных заболеваний. Но, тем не менее, наша вся система проделанных программ этого не допускает, и поэтому мы восстанавливаем иммунитет в сбалансированном, уравновешенном состоянии. Для этого мы еще используем программу исцеления и регенерации, которые всегда очень хорошо резюмируют любую программу патологическую или, скажем, борьбы с патологическим состоянием или профилактическую, и программу оздоровления. Вы прекрасно видите, что мы, как всегда, поставили стандартную формулировку о том, что наша программа выполняется в течение 60 дней по 2 минуты на частоту с повторением этой программы после двухнедельного перерыва. И такие же собственно рекомендации, но только естественно с учетом того, что все программы войдут в блок мультичастотного корригирующего программного документа, мы рекомендуем использование мультичастотного режима в течение тех же 60 дней и повторения программ. Если по какой-то причине у вас возникают вопросы, много программ, с чего начать. Вот эта программа она такая из расчета стартовых программ, когда вы хотите начать борьбу за свое собственное здоровье, за свое будущее, за свою молодость, за деятельность всех элементов своего организма. Вот собственно что я сегодня хотела вам сказать. Поэтому если у вас есть какие-то вопросы, вы можете высказать. Можно вопрос такой, я его зачитаю. Это Пичугина Наталья Леонидовна из Мурмангска спрашивает, что у пациента нарушен режим сна. Можно ли программу нелекарственной сноотворной вставлять во все вечерние программы? Можно вместе с набором программ, которые дают наши аппараты по восстановлению сна как такового. Это очень хорошая программа, которая всегда срабатывает и особенно если это биофон, конечно. Так, ну суть по ответу Натальи Леонидовны я ответила на ее вопрос. Еще какие-то вопросы есть у вас? Пожалуйста, я слушаю вас. Так, ну что ж, я так чувствую, что вопросов не будет, потому что действительно тема довольно сложная для восприятия, но все-таки над ней надо подумать. И я думаю, что вы, когда немножко на досуге разберетесь, а потом еще у нас с вами через неделю вебинар о собственно коррекции процессов старения у пожилых людей, так называемых, это немножко не так называется, но очень похоже смысл этой программы именно в этом. Поэтому вы поймете, что вам это не нужно. Вы хотите иметь третий возраст, если вы вышли уже на пенсию, но качественно здоровым человеком быть, активным человеком и получать удовольствие от жизни. Ну что ж, если у вас нет никаких вопросов, я также благодарна вам за присутствие на нашем вебинаре. Опять же, вы выслушали достаточно много сложной информации, но я надеюсь, что вам этот вебинар принесет определенную пользу. Будьте здоровы и старайтесь быть молодыми и здоровыми, с хорошим балансом внутренних систем и органам. И через неделю надеюсь вас увидеть на нашем семинаре. Будьте здоровы. До свидания. До свидания.